книга открытым оком 1 том вопрос 281 политика почему пасху празднуют не в одно время но ведь известно когда христот был распят отвечает игнатий тихонович лапкин христос был распят 14 нисана первого месяца по лунному календарю лунный календарь имел 12 и 13 месяцев после последнего адара добавлялся виадар юлиано-грегорианский же календарь это тот которым мы сегодня официально пользуемся имеет только 12 месяцев неравных по числу дней и еще каждый четвертый год один день набегать феврале разные единицы измерения трудно совместить чтобы были круглые окончания верста километр фунт килограмм также и два разных календаря когда христос был распят было полнолуние ибо его распятие было исполнением предсказания о исполнении закона и он был божественный агнец ягненок которого заклали за наши грехи иоанна 1 29 на другой день видит иоанн идущего к нему иисуса и говорит вот агнец божий который берет на себя грех мира 1 коринфянам 5 7 итак очистите старую закваску чтобы быть вам новым тестом так как вы бесквасны ибо пасха наша христос заклан за нас галатам 4 4 но когда пришла полнота времени бог послал сына своего единородного который родился от жены подчинился закону колоссянам 2 17 это есть тень будущего а тело во христе nissan aviv примерно соответствует весеннему месяцу марту отцы церкви сошли сошли сочли возможным считать равноденствие весеннее за начало года астрономического приблизительно соответствующего началу месяца ниссана по лунному календарю полнолуние всегда на 14 день от зарождения луны это второе условие тоже нужно выполнить отсчитав этот срок смотри на луну и в первое полнолуние можно бы сказать когда будет пасха но христос был распят полнолуние но воскрес на третий день то есть луна шла на убыль три дня и это условие нужно тоже исполнить и воскрес он в первый день недели то есть воскресенье ибо седьмой день у иудеев была суббота исход 31 15 шесть дней пусть делают дела а в седьмой суббота покоя посвященная господу всякий кто делает дело в день субботний да будет предан смерти левит 23 5 первый месяц 14 день месяца вечером пасха господня и это условие должно быть также соблюдено если же полнолуние будет субботу то пропускают еще неделю ночью пасхальной преображаются лунный восход и заря радость плывет хотя веки смежаются в нас расцветает не зря праздничный хор мелодичен и сказочен с дымом кадильным плывет в ризах священничества в ризах священства свечой мерцающий кто-то нас к небу зовет нам не подвластно вчерашнее завтра миг ослепительный в нас пальцы коснулись уснувшую арфу в лаву замерзшую страсть губы не могут никак успокоиться тянет улыбкою вверх сердцем глазами мосточек наводится к радости вечной для всех нет одиноких бобылок и сирых вдов разведенных чужих дети поют при небесная лира чудной поэзии стих крест и хорогви никем не пороги и детки иконы несут званы на трапезу были под утром и только бы вдруг не уснуть пастырь кричит восклицает все радостно христос воскрес осеняет крестом от златоуста слова его сладости даже и тем кто не принят постом я еще пасху как мы в потеряевке можно ликуя встречать звезды тускнеют готовые пряники месяц ужался до пол калача все мы причастники небом очищены только свои из христовой родни как мы богаты последние нищие господи всех сохрани 11 мая 2002 год игнати лапкин поиска поиска